Гастрономический фестиваль «Вкусы Верхней Волжья» возвращается. Спустя несколько лет после перерыва масштабный вкусный праздник вновь пройдет в Твери. Об этом стало известно в среду во время подписания соглашения между Ассоциацией туризма Тверской области и федеральными представительствами общественных организаций в нашем регионе. Символично, что мероприятие прошло в здании, которое является визитной карточкой столицы Верхней Волжья в бизнес-центре Твери на Смоленском, 29. Все подробности в нашем сюжете. Гастрономический фестиваль «Вкус Верхней Волжья» впервые прошел в Твери в 2017 году. Потом год за годом его ждали и в нем участвовали. Но в период эпидемии коронавируса было принято решение фестиваль не проводить. И вот спустя несколько лет гастропраздник вновь вернется на Тверскую землю. Пройдет он в этом году на том же месте, на набережной Тмаки, 24 августа. Этого события ждут все, как местные товаропроизводители, фермеры, так и гости региона и сами жители. А все потому, что это вкусно и весело, а главное экологично, причем с разных точек зрения. Тверская область является уникальной в части нашей экологической привлекательности. Наши истоки, заповедники, все это говорит о том, что мы отличаемся от других территорий именно нашей чистотой природы. Туристов наших надо в первую очередь кормить всем нашим и давать нашу историю. Приезжайте к нам в Тверскую область не только отдохнуть, но вкусно поесть, попробовать нашу еду и закупить тех продуктов, из которых она заготовлена. Гастрофестиваль «Вкус Верхневожья» вошел в региональную программу Министерства промышленности и торговли Тверской области как зонтичный бренд. Говоря простым языком, это ведь стратегия расширения бренда, который заключается в выпуске под одной маркой сразу нескольких групп товаров и услуг. Поэтому для гастрофестиваля началась новая точка отсчета. В связи с этим было подписано соглашение с федеральными представительствами общественных организаций Тверской торгово-промышленной палаты, Российским союзом промышленников и предпринимателей опоры России и общественной организацией «Деловая Россия». Данный проект – это хороший стимул и для производителей в регионе, и для продвижения любых продуктов, которые у нас производятся. Есть опыт других регионов, которые уже внедрили данный проект, и он довольно положительный. В принципе, я думаю, мы будем содействовать, сотрудничать со всеми и добьемся хорошего успеха. Тверская область богата гастрономическими смыслами, поэтому уникальность региона можно и нужно показывать туристам, чтобы путешествие в Верхневолжье запомнилось надолго. Для этого планируется создать региональный бренд, который станет отличительной особенностью нашей области от других. Например, в Хабаровске был фирменный соленый паморотник, пожалуйста, наш Хабаровский. В Астрахань приезжаешь, понятно, там икра. В Калининграде удивили у них бренд янтарный чай. Я считаю, что наш регион способен тоже удивлять, должен удивлять, и поэтому для этого заключение данного соглашения является таким знаковым моментом, рывком движения вперед. Ну а дальше будем развивать. Сейчас планируется выбрать тот особенный и запоминающийся продукт или товар, который станет так называемым лицом Тверской области, настоящим брендом, который выделит Верхневолжье, чтобы каждый гость смог увезти с собой памятный товар, который бы напоминал о регионе и, возможно, заставил бы вернуться обратно, чтобы вновь насладиться прекрасной и удивительной Тверской областью.